Девушки отдыхают По словам, новая тема очень поможет детям Дети знают, что небо голубое Им нужно знать, что делать, когда оно рушится Но на самом деле Джефф сам хочет научиться справляться с потерей сына Однако его отец Сэп, руководитель шоу, говорит Я хочу, чтобы ты исцелял Но исцеление нужно Джеффу Еще у Джеффа есть бывшая жена Джил Он очень желает восстановить с ней отношения Но у Джил появляется ухажер без обязательств Он анестезиолог Который ух, как нервирует Джеффа, живущего рядом Еще у Джеффа имеется сестра Диди Которая узнает, что ее муж изменяет ей соседам Устав от постоянных подглядываний за новой семьей своей бывшей Джефф решает познакомиться с разрушителем семьи Заодно извлекая выгоду из своего визита Уэлл, ты будешь проводить с папой на день в неделю больше Это здорово На студии Пикос продолжает менять давно утвержденные детали сценария Что очень возмущает отца Почему ты это делаешь? Прекрати! Как скоро у него поедет крыша и все это место сгорит дотла Диди, между тем, решает отвезти дочь на урок пианино И заодно поговорит с тем самым соседом-любовником Ты... моему мужу Но вот с мужем поговорить не решается Ты... ты... Уилл тем временем заводит новых друзей и даже подружку Если еще будем зависать вместе, у тебя должен быть мой номер А Джилл узнает, что у нее появились новые соседи Сэпп тем временем все больше и больше переживает за Джеффа И делится чувствами с Диди С тех пор, как погиб Фил Я готовился ко дню, когда мы можем потерять и Джеффа И нам придется продолжать шоу «Время кукол» без мистера Пикклсанкл Джефф не вернется, его уже нет Желая как-то помочь, Сэпп предлагает сынишке найти себе подружку Используя письма от женщин Это из окра на... всего в двух часах отсюда Позвони и купи ческейк Извини, я не... я так не могу Но все же Джефф решается сходить на свидание, которое никак не заканчивается Ну что, ты хочешь подняться? Нет, лучше я пойду домой А еще Джефф знакомится с лысенькой, приятной, но... умирающей девушкой Вивиан Мы занимались любовью У нее чудесная улыбка Замечательно И врачи дали ей около шести недель Диди в последнее время начинает опасаться за состояние дочери, у которой начинаются странные приступы криков Иногда дети регрессируют, если они получили травму У нее была какая-нибудь травма? О боже... Воодушевленный прошедшим свиданием, Джефф целый день ждет ответ на эсэмэске от Вивиан Может это твой телефон? Сломался, поэтому она и не отвечает Диди пытается оттянуть и неизбежное признание мужа А также наконец-то соглашается с доводами Себа заменить Джеффа Который, скорее всего, слетит с катушек, если умрет его новая подруга Шесть недель, когда больная раком девушка умрет, шарик лопнет Поэтому Диди начинает подготовку макета говорящей куклы, которая должна заменить Джеффа Джей уже пытается открыть глаза супруга на жестокую реальность Возмущая на то, что Джефф выписывает чеки за аренду дома Дэнни Это тот человек, который въехал на грузовике в их семью У него есть дочь, когда-нибудь ей нужно будет идти в колледж Ты не подумал, как я отреагирую на то, что ты даешь ему деньги? Он не может водить, компенсация не покроет расходы родителей-одиночки Он повредил спину не в аварии Может он так сказал тебе, но это ложь Ему просто нужны твои деньги, он крадет у тебя Джефф продолжает встречаться с Вивиан Кажется, Вивиан моя девушка И даже возвращается к своему обычному настрою Сочиняет новые песни и даже придумывает неожиданные сюжетные линии Однако отец все равно ставит сына перед фактом ледового шоу В главных ролях мистер Пиккл, с которого играет олимпийская чемпионка Тара Липинский Что очень не нравится Джеффу Нет Что дальше? Сделаете из меня куклу, которая будет говорить все, что угодно? Или мультфильм? Это еще хуже Скоро я буду вам не нужен Диди тем временем пытается выбить для себя роль в телешоу, надеясь смягчить стресс Дорогая, я люблю тебя, но ты не артист Пожалуйста, можно я буду играть макрицей? Мне это нужно Мой брат разваливается Тебе так кажется, потому что вы друг другу не нравитесь Похоже, Скотт может быть геем Это не так, поверь мне Я служил на флоте Ты в порядке Сэб решает выкурить с внучком косячок и заодно поговорить по душам Тебе нравится? Да Хорошо Потому что ты куришь траву в последний раз в жизни Вивиан начинает падать духом и дабы поддержать любимую в последней неделе ее жизни Джефф с помощью сестры устраивает для девушки представление Параллельно Джефф пытается смириться с запуском ледового шоу Однако близкое знакомство с заменившей его роль фигуристкой Вновь заставляет Пикклза отвергнуть идею создания этого представления Тем временем Дити продолжает испытывать семейные трудности А Уилл использует оставшийся после погибшего брата записи для знакомства с девушками Из Японии прибывает новый мистер Пикклс Сан Он приехал на несколько недель, а затем вернется в Японию с тем, что здесь узнал Мой английский нехороший И Дити неожиданно находит в его лице идеального собеседника, способного помочь женщине с ее проблемами Тем временем Джеффа ждут радостные новости Вивиан идет на поправку У меня ремиссия И по этому поводу Сэб решает устроить празднование Однако радость оказывается преждевременной, когда девушка сообщает свое решение поставить точку в их отношениях Нет, я собиралась сказать позже Я купила билет и лечу на следующей неделе одна Просто все изменилось, когда все изменилось И мне нужно начать сначала Я смотрю на тебя и ты напоминаешь мне о смерти А это наносит очередной удар по психике едва восстановившегося Джеффа Флэшбэк Джефф получает письмо от приговоренного к смертной казни убийцы Который просит его поприсутствовать на процедуре введения инъекции Я думал об этом и хотел бы присутствовать на церемонии Такой поворот событий не вызывает особого энтузиазма у остальных членов семьи Пикклс Я не знаю, Джефф, может встретишься с сыном или сводишь его семью на обед? Я понимаю, ты хочешь поддержать друга, но некоторые друзья убийцы и не заслуживают этого Люди убивают, потому что у них нет поддержки Смертельная инъекция, это неправильно Обдумай это Ладно? Не каждому нужен друг Между тем, агрессивное поведение Филла провоцирует отца на ответную реакцию Научись держать рот закрытым, слышишь? Тогда как, напротив, с тихим и спокойным Уиллом у того складываются близкие отношения Мы в настоящем Джефф очень пытается разобраться в своем состоянии Это упадок или прорыв? Хватит! Тем временем Уилл устраивает неприятности в школе Зачем ты это сделал? Чтобы впечатлить девочку А Скотт и Диди ссорятся из-за Пикклс Сана И у тебя сексуальные отношения с японской версией твоего брата Тем временем Сэп предпринимает экстренные меры для ледового шоу Прости, но без тебя шоу просто не имело смысла Джефф произносит шокирующую речь на ежегодном открытии национальной елки в Вашингтоне Родители вас подводят Мои подвели И ваши подводят Каждый день Вы мне нравитесь Друзья, смотрящие мое шоу Но я не ваш отец И не должен им быть На следующий день над шоу нависает угроза закрытия Но к Джеффу выстраивается целая очередь из маленьких поклонников Говори ты А я буду слушать В эфир наконец-то попадает тот самый выпуск о смерти, который раньше не хотели выпускать А Джефф пытается жить дальше Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»